Приветствуем вас, друзья, на канале Криптокомманс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. В публичных слушаниях, начавшихся в штате Мэн, юрист XRP Джон Диттон заявил, что биткоин не представляет угрозы доллару США. Ранее взломавший Эйлер Файнанс Хакер вернул обратно все возвращаемые средства. Топ-менеджеры банка Сильвергейт тайно продали акции на сумму 100 миллионов долларов. Генеральный директор Бинанс Чемпион Джао взывает криптоиндустрию к единству на фоне распространяющихся слухов. И в завершении выпуска краткий обзор по рынку от ведущего канала Криптозорос Джорджа Танго. Оставайтесь с нами. Джон Диттон, юрист, который представляет сотни держателей токенов XRP в продолжающемся судебном процессе Ripple против SEC, заявил, что предполагаемое представление о том, что биткоин и цифровые активы представляют угрозу для финансовой системы США, не соответствует действительности. Диттон, известный резкой критикой правоприменительных действий SEC, рассказал о потенциальном варианте использования биткоина в качестве цифрового доллара. Точно так же вариант использования XRP будет заключаться в перемещении стоимости внутри криптовалюты. Вариант использования биткоина – это цифровое золото, как альтернативная форма хранения стоимости, объяснил он о рынке криптовалют на слушаниях. Биткоин и цифровые активы здесь и будут, несмотря ни на что. Правительство и ФРС должны принять реальность и начать ее распространять. Он также добавил, что существует восприятие того, что криптовалюты являются угрозой американскому доллару, а также классической финансовой системе. Но он отметил, что это неверно. Недавний взлом Ailer Finance, из-за которой было похищено средство на сумму около 200 миллионов долларов, для ее команды в итоге закончился хэппи-эндом. Хакер, который стоял за взломом Ailer Finance, в конечном итоге вернул все возмещаемые средства, объявила DeFi компания по предоставлению займов. В своем твиттере команда разработчиков проекта заявила, что хакер вернул все средства после успешных переговоров. Напомним, что у Ailer Finance было украдено около 200 миллионов долларов 13 марта в результате успешной атаки на механизм мгновенных займов. Данный инцидент стал самым большим взломом за первый квартал 2023 года. В итоге вознаграждение за голову хакера в 1 миллион долларов отменяется. Спустя 4 дня после успешного взлома хакер Ailer Finance вернул более 104 миллионов долларов в эфире. Первая транзакция составила 51 тысячу, а вторая – 7 737 эфира. Спустя некоторое время хакер извинился за инцидент и отправил примерно 77 миллионов долларов двумя транзакциями, содержащими 31 тысячу эфира и 30 миллионов в DAI. И поскольку он отправил оставшиеся 18 миллионов долларов в эфире и 13 миллионов долларов в DAI, Ailer Finance решила отменить компанию по вознаграждению в 1 миллион долларов за информацию, которая привела бы к поимке хакера, которую начала изначально. Что ж, остается только порадоваться за саму компанию Ailer Finance, а также за ее пользователей, чьи средства в конечном итоге удалось спасти. По имеющимся данным, подача документов в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов помогла избежать руководителям Signature Bank избежать внимания со стороны инвесторов и служб, отслеживающих инсайдерские сделки. Сообщается, что инсайдеры ныне не существующего Signature Bank продали акции на сумму более 100 миллионов долларов за годы после того, как банк переключил свое внимание на привлечение криптовалютных компаний. Согласно анализу, проведенному Wall Street Journal, председатель Signature Bank, его бывший главный исполнительный директор, а также его преемник в совокупности продали акции на сумму около 50 миллионов долларов за последние три года. Эта троица, чьи продажи составили около половины всего проданного объема, работала в Комитете Совета Директоров, который отвечал за мониторинг профиля рисков банка в течение прошлого года. Операции инсайдеров банка были окутаны тайной, поскольку в официальных документах никакой ясности по ним не было. Сообщается, в расследовании The Wall Street Journal. Правила обращения с ценными бумагами и способ подачи документов также способствовали тому, что продажи оставались незамеченными. Основной пакет акций почти за 220 миллионов долларов был продан руководителями компании весной 2021-го. Важно отметить, что акции уже находились в восходящем тренде и в конечном итоге достигли рекордного максимума – 366 долларов в начале 2022-го. И хотя Signature Bank не хранила и не давала в долг криптовалюту напрямую, криптокомпании использовали внутреннюю платежную платформу под названием Signature для управления своими денежными средствами. В отчете также упоминается, что первоначальный план Signature был составлен председателем Signature Скоттом Шаем, называвшим себя криптоэнтузиастом. Помимо прочего, Signature стала одной из двух компаний списка S&P 500, которые не подали документы об инсайдерских сделках в комиссию по ценным бумагам и биржам. Генеральный директор биржи Binance Champion Zhao опровергает слухи о красном уведомлении Interpol в его адрес и призывает к единству криптоиндустрии. Страх, неопределенность и сомнения окутали биржу Binance на фоне слухов о том, что генеральный директор CZ получил красное уведомление от Interpol. Это привело к падению цены токена BNB, хотя позже слухи и были опровергнуты. CZ сообщил, что слух распространялся благодаря отретушированной картинке предполагаемого уведомления. Но между тем, в соответствии со своим посланием «Игнорировать СНС», он сказал, что криптоиндустрия должна объединиться, чтобы бороться со слухами. СНС вокруг уведомления Interpol'а генеральному директору Binance началось, когда зашифрованное сообщение было расшифровано как «красное предупреждение Interpol'а для CZ». Сообщение, расшифрованное с помощью хэш-алгоритма SHA-256, изначально было опубликовано в Твиттере Кобе. CZ обвинение опроверг, заявив, что предполагаемое «красное уведомление» распространяется с помощью отретушированной картинки. Он также сомневается в том, что слух был подброшен другой криптобиржей. В какой-то момент цена BNB упала на 3% из-за СНС вокруг спекуляций об Интерполе. Дальнейшая волатильность могла бы стать фатальной для крипторынка, учитывая долю Binance с точки зрения объема обмена криптовалют. CZ также отметил, что подобные спекуляции наносят ущерб отрасли и даже тем, кто сам распространяет эти слухи. Он добавил, что отрасль уже столкнулась с серьезными проблемами в виде проверки со стороны регулирующих органов. «На нас нападает достаточно внешних сил, и на данном этапе наша отрасль должна объединиться», сказал чемпинжао. А биткоин тем временем устойчиво торгуется на отметке около 28 тысяч долларов, несмотря на некоторую неразбериху со спекуляциями вокруг Binance. И завершает наш выпуск информация о размере ущерба банковского кризиса от Джорджа Танго, а также краткая аналитика по рынку. Давайте послушаем. Друзья, я вам хочу показать вот эти данные. Они также объясняют, почему настолько плохо, и почему ФРС, ФДИС, казначейство и все остальные поспешили ситуацию спасать. Самое большое количество депозитов, которые были потеряны или сняты за все время. Наверное, не стоит говорить «за все время», потому что эти данные показывают историю с 1973 года, но это было даже хуже, чем 2008. С депозитов ушло 400 миллиардов долларов. И это еще не конец. Ситуация будет продолжаться. Будет больше. Намного больше. Вот насколько ситуация плохая. Так что ФРС, а также ФДИС, пришли со своей срочной спасительной программой по займам, по сути, спасая множество банков от коллапса, восполняя эти депозиты, потому что если бы они это не сделали, вывод ликвидности был бы настолько большой, что даже они не смогли бы это остановить. Так что им пришлось затыкать эту дырку немедленно. Повторюсь. Вот почему нам нужно что-то лучшее и децентрализованное. Что не находится под контролем жадных людей, не чрезмерно перезаимствован в балансовых отчетах. И вот почему нам нужен биткоин. И вот почему биткоин готов вот к этому. Раскрываю вам секрет, но это следующий уровень. И вот почему. Прежде всего потому, что биткоин двигается в соответствии с планом. По данным Stock Market Lizard, мы упали вниз очень быстро. А если посмотрим на месячный RSI, то у нас пересечение с очень низкой точки. На самом деле самая перепроданная точка за всю историю биткоина. Держим это в голове. А также мы определенно восстанавливаемся и движемся от дна. И последний раз, когда мы такое наблюдали, это было в 2019-м. У нас был лютый рост перед тем, как мы немного спустились вниз, но затем продолжили рост опять. Но эта лютость, которая унесла биткоин от отметки в 3100, полным ходом за 40 тысяч долларов, и если мы применим ее к нашему дну в 15 тысяч, то это будет значить, что следующая остановка будет на уровне в 47 тысяч долларов. Так что задумайтесь об этом. Вот такие цели, вот таким вот образом. Что ж, выглядит убедительно, хотя, как мы всегда знаем, что рынок полон сюрпризов. Поэтому, как и всегда, рассчитывайте только на себя. И на этой ноте мы с вами прощаемся. Желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин